здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас гортензия ветка мимо которой я не могла пройти мимо белая гортензия хотя они бывают разных цветов но здесь она такая молодая гортензия немного зеленоватая и те места которые еще которым еще предстоит расцвести они вообще зеленые вот это я и показываю сейчас те цветочки которые потом уже распускаются они становятся довольно белые можно было конечно поменьше сделать соцветия но такая мне попалась такая композиция бывают крупные гортензии мелкие это средненькая но шикарная не могла пройти мимо климат сейчас меняется вот сегодня у нас например 37 градусов дождики у нас были в мае сейчас конец августа в общем мы в какой-то пустыне сахаре живем все сгорает климат меняется это я к тому что раньше у нас не было гортензий а сейчас пожалуйста скоро бананы будут расти конечно гортензия это тени это свет и тени и вот я распределяю все вот это пространство на на свет и на тени теней тут довольно много но где-то две трети их наверное свет слева тени должны быть воздушными потому что это белый цвет особенно хороши сердцевинки этих цветочков они такие выпуклые как маленькие шарики поэтому справа от этих выпуклостей тень здесь надо быть очень внимательными чтобы все правильно нарисовать хотя можно немного отходить от реальной картинки потому что мы не фотографы а художники вот я решила крупно показать чуть-чуть как я рисую какая прекрасная бумага у меня фабриана 300 грамм 50 процентов хлопка я ее очень люблю она очень фактурная я люблю крупно зернистую чтобы подчеркнуть что это именно акварель акварель хорошо растекается там где есть куда течь вот здесь есть куда течь она затекает в ямки от этого фактура еще интересней становится вот это практически все история теней то есть я наметила где-то вот эти нюансные светло-зеленые растяжки от сердцевинок а в целом это тень собственная падающая но в основном это падающие тени собственных здесь очень мало вот эти нюансные вот эти тени сильно темные а где-то пастельные фотография всегда очень резкая и полностью доверять ей нельзя надо понимать что это белый цвет и если бы я набрала ту тональность которая есть на фотографии то у меня бы не было эффекта белоснежности поэтому надо деликатно со светлыми предметами работать вот эти я использую для теней ультрамарин желтую среднюю салатную индийскую золотистую и и все что на и все что на палитре у меня находится бесценные варианты цветов довольно кропотливая работа получилась ну хотелось мне тут фрагмент взять но не удержала сделала всю все соцветия гортензию я рисовала много раз но не акварелью в технике батик и вот первый раз в жизни я много что первый раз в жизни в ютубе рисую казалось бы я уже все перерисовала на свете видимо нет нет еще есть цветы которые я не рисовала много я думаю еще таких цветов вот кое-где там прям желтые цветочки где-то очень очень темные и благодаря тому что тональность разная появляется живость в изображении надо найти отправные точки то есть вот выбрать несколько цветочков которые вот пол полностью видны и уже между ними что-то там вот и рисовать вот эти вот теневые теневые истории кое-какие отвернуты от цвета такой ускользающий цвет вроде бы они и белые в то же время какие-то молочное топленое зеленое в общем плавающий цвет потом все глубже и глубже я делаю вот там какие-то стебельки небольшие вот и так несколько слоев накладываю белый потом еле заметно и зеленовато-желтый потом зеленоватый вот здесь вот я вообще в глубину ухо покажу где-то там внутри где свет не попадает делаю еще темнее вот там маленькие веточки изображаю разделяю тень которую я обобщенно сначала накладываю на фрагменты пользуюсь двумя кисточками третий и шестой номер третий с краской шестой с водой вот центр цветочка если кому-нибудь нужны очные занятия можете писать мне и приходить на занятия на очных занятиях конечно мы можем рисовать все что угодно но в принципе мои занятия всегда проходят как мастер-класс то есть я показываю ученик смотрит внимательно и повторяет за мной ну по-своему конечно же вот так проходит занятие потом я показываю что не так или наоборот все замечательно но чем ценное очное занятие тем что я могу сразу же направить в нужном направлении просто показать вот здесь вот вот здесь вот вот так бы лучше сделать здесь полутени белый цвет это самое совершенство по моему все другие конечно тоже прекрасно но белый цвет это такая недосказанность такое спокойствие основа для чего-то будущего для меня самая совершенная картина белый квадрат вот та самая красивая было бы не черная белый вот где-то здесь прямо тени зеленые зеленые видимо просвечивает зеленый цвет и окрашивает падающую тень которая по-хорошему была бы просто ближе к ультрамарину нет она становится зеленый вот дальше углубляю все дальше все глубже и глубже углубляю пространство между лепестками вот что для вас проще нарисовать портрет или цветы интересно узнать ну в каком-то плане конечно цветы ничего не скажут что они не похожи а если сделать портрет не очень узнаваемый то человек может обидеться но вообще по сложности очень похожи вот в этом участке конкретно зеленые тени потому что это не распустившийся участок соцветия как вы знаете я люблю рисовать при освещении хорошим и вот здесь хорошо солнцем освещенный цветок добавляйте и 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 там где не распустились еще цветочки очень много веточек вот я рисую темное пространство между ними в общем эта работа для терпеливых уж очень много здесь деталей как всегда я говорю рисуйте тогда фрагмент если вот вам трудно или или скучно можете взять маленький фрагмент и его нарисовать но без фона конечно здесь никак сначала я слегка намочила но только с лицевой стороны обильно мочу краской зеленый хочется сделать конечно же контраст потому что белая на белом не будет белым белая будет только в контрасте с темным и вот надо торопиться успеть сделать по мокрому очень надеюсь что у вас получится гортензия надеюсь я все понятно объяснила ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии до новых встреч а а и и и и и и и Продолжение следует...